В Магаданской области установились сильнейшие морозы. В Сусуманском районе температура ниже 50 держится уже больше недели. Это стало серьезным испытанием даже для привыкших к суровым зимам жителям Колымы. В Сусумане от мороза полопались трубы, не работают водопровод и канализация. Ремонтные бригады трудятся в авральном режиме, но пока морозы не спадут, полностью справиться с проблемой не получится. А прогнозы метеорологов тем временем неутешительны. Чего же ждать жителям этого региона от погоды, знает Людмила Щербакова. Из микрорайонов Сусумана сейчас выглядит как картина из фильма «Катастрофы». Здесь в каждом доме канализация течет прямо в подъезд. Трубы не выдержали низких температур и полопались. Мы сидели без воды и отопления. К нам ездила водовозка и возила воду нам. Слава богу, выжили. Котельная кое-как вошла в режим рабочий. Морозы за 50 здесь стояли почти весь январь. Затем на неделю дали передышку. И вот холода вернулись в город снова. Районные власти называют эту зиму аномально холодной, что стало основной причиной множества коммунальных аварий в Сусумане. У нас в этом году малоснежная зима и большие морозы. И дебет воды, уровень подземных вод понизился. И у нас был перебой с подачей холодной воды. В течение двух суток нам поднимали службы МЧС, привлекали водовозки с других предприятий, которые в течение двух суток возили воду на Берелевскую котельную. И во время этого перебоя произошло частичное замораживание. Жители города на улицу сейчас выходят редко и ненадолго. Прогулки в минус 50 просто опасны для здоровья. В такие дни в Сусумане туман и яркое солнце. Правда, оно почти не греет. В полдень температура повышается максимум на 2-3 градуса. С минус 50 до 48. Сусуманские метеорологи говорят, что низкие температуры зимой для города дело обычное. Но признают, в этом году холодный период затянулся. Ну, сама низкая была в минус 52. В общем-то, так у нас бывает. И малоснежная, и морозная. Температурный режим, конечно, соответствует нашему климату. А то, что снега нет, мы считаем это аномалии. Когда для одних холод стал испытанием, другим он приносит пользу. Специалисты из Японии тестируют в Сусумане свои грузовые автомобили. Пока эта модель еще не пущена в широкое производство. Ее решили проверить в суровых российских условиях. Мы увидели передачу об Амиконе, которую транслировала компания NHK в Японии. Ну, и посмотрели по карте, где же находится эта Амикон, и какой ближайший город к этому поселку. Ну, и увидели, что ближайший город к поселку Амикон Сусуман, и, соответственно, остановили выбор на Сусумане. Проверку машины проходят неплохо, говорят японские инженеры. Они гораздо лучше переносят холод, чем люди. Потепление здесь ждут еще не скоро. Сусуманские метеорологи говорят, что, скорее всего, 50-ти градусные морозы здесь продержатся до конца февраля. Людмила Чербакова, Алексей Гилев, Вести, Магаданская область. Спасибо. Спасибо.